Здравствуйте! Операция не трезвого водителя. Ваши водители. С начала года в городе и районе произошло 80 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. В 20 из них пострадали люди. И несмотря на то, что наказание за езду под шофе постоянно ужесточают, любители сесть за руль пьяным становятся все больше и больше, говорят дорожные полицейские. Массовые проверки водителей на трезвость Каннские госавтоинспекторы проводят регулярно. В этот раз перекрыли участок улицы 40 лет Октября, где останавливали каждый проезжающий автомобиль. Законопослушные горожане относятся к этому с пониманием. Какое ваше мнение по поводу рейдов против нетрезвых водителей? Очень нужны. Так и надо делать. Продолжать. В ходе рейда стражи порядка выявляют и другие правонарушения, такие как езда без страхового полиса, водительское удостоверение. Итак, любимая молодежи запрещенная тонировка стекол. У нас стекла к передней двери, в которой установлена пленка, тонировка, на которой есть сомнения, что она пройдет по следопропускаемости. В настоящее время проводим проверку прибором с ее сейчас настроимым. И в вашем присутствии проводим замеры. Место выбрано не случайно. Именно на 40 лет Октября в последнее время фиксировали большое количество аварийных ситуаций. Целью данного мероприятия является выявление грубых нарушений правил дорожного движения, со стороны участников дорожного движения. На данном месте проводим мероприятие в связи с поведенным анализом и с участишимися случаями управления транспортными средствами водителями, находящихся в состоянии алкогольного возведения. На этот раз в рамках сплошной проверки сотрудникам ГИБДД удалось задержать двоих водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Теперь им грозит вплоть до лишения свободы до двух лет. Всего же за три дня рейда госавтоинспекторы выявили более 150 различных правонарушений. Татьяна Блинкова, Денис Шабуров и Александр Миниев, телекомпания «Канск», 5 канал.